день добрый другим и продолжаем катать америка так симулятор версии 146 с вами олег драйвер давай в дорогу что у нас сегодня происходит и где нахожусь нахожусь я на границе канады юг он территория вот там в том в той стороне городок чикины чикина по моему да ты чики начать едем в ту сторону заехал сюда на стоянку здесь есть кое-какой сервис умные люди там чуть ниже есть порт вот самолетик пошел-пошел-пошел вот он пошел красавчик так вот проблемы у меня были с коробкой приехал человеку настроил маленькой электронику сейчас все отлично включается так у меня окажется 18 коробка была но там что-то было не так и включались только 13 передач так везу динамит так сейчас по грузу по грузу по грузу так вот мы отсюда едем нам сюда 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 нам штат штат в вашингтон порт-анджелес мы едем до 37 982 фунта добавят 38 тысяч или 38 тысяч паундов так это грубо говоря в тоннах будет наверно может быть так подожди так может быть 17 18 где-то так в пределах 17 тонн вот такой прицеп драйвен полуприцеп драйвен и голова у нас петербилд 389 глайдер с дизелем кэп 500 лошадиных сил и 18 у нас получается на бортах на бортах у нас киану рис вот такой четкий один из самых мной уважаемых актеров голливуда вот такой товарищ здравствуйте товарищ киану так ну что едем ключ на старт время не ждет заодно хорошо пообедал у меня все с собой никуда не ходил у меня все с собой остались у меня там немножко тушняк остался яйцо было макрошки кое-какие все это бац туда-сюда яйцо добавил лучочку буду лучочка репчатого покрошил и все это очень вкусно наверно обалдеть в кабине запах чумовой это не очуметь бы так ну что приятной поездки так подожди ну-ка проверим все ли у нас все хорошо так ну что друг мой с богом поехали 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 и время четвертый час выезжаем на дорогу и погнали трак слушай вообще отлично мне он очень нравится но вечность на нем не катать не буду так друзья кое-какие изменения будут так сейчас подожди выйду кое-какие изменения я пойду в суровку после окончания этого рейса а и Ох, погнали, ох, хорошо, вот эта дорога, вот эта дорога классная, красивая. Ох, красота-то какая, господи, я плата-то какая, так, ограничение 31 миль, но это что-то в пределах там, что-то километров 40-50, наверное. Да, нет, это я побыстрее еду. Опять, как всегда, резко, неожиданно, неожиданно вальнул дождик. Сука, не успел скриншот красивый сделать, какой-нибудь, хоть какой-нибудь. Так, давай поаккуратнее тогда. От вас, друзья, много пожеланий. Спасибо вообще, что пишете комментарии. Значит, вы посмотрели видео. Вы даете оценку своему этому видео, которое посмотрели. За комментарии вообще огромное спасибо. Я вижу обратную связь, вижу, что вы смотрите, комментируете. Вижу вашу оценку, вижу ваши просьбы. Просьбы, друзья, у всех разные. Вы понимаете, что все просьбы удовлетворить это категорически невозможно. Некоторые подписчики очень просят всеровку. Некоторые подписчики просят вернуться и покататься в Россиюшке, в Мурманск заехать. Некоторые подписчики просят прокатиться полностью по всей Америке. Вообще, вот всю Америку объехать, скажем, может быть на этом траке или на другом. Но вот эта трак мне очень нравится. Я бы на этом согласился. Все Америку объехал, да. Но есть маленький нюанс, друзья. Смотрите. Во-первых, на всех не угодишь. Во-вторых. Америку, когда я снимаю, смотрят намного меньше зрителей, чем, скажем, когда я снимаю российскую сборку. Или, тем паче, суровую Россию. Отсюда делается, друзья, самый простой вывод. Большинство зрителей. Так, секунду, скрин сделать надо. Отсюда очень простой вывод, друзья. Большинство подписчиков, большинство, кто заходит на мой канал, хотят смотреть не Америку, а хотят смотреть российскую сборку. Это, ну, так, что у нас... А, Русмап. Русмап, Промоц, Юшка, Казахстан, АЗГЕ. Что там еще? Южный Промоц. Ну, вот что-то такое. Большинство из вас хотят видеть именно это. И также большое количество подписчиков, зрителей моего канала, хотят видеть суровую Россию. Ну, Америку... Америка стоит, да, на третьем месте, получается. Меньше всего хотят люди ее смотреть. Тоже хотят. Друзья, я вас понимаю. И не только потому, я сюда захожу, что и вам хочу угодить. Угождать я никому не собираюсь, друзья. И по Америке я люблю покататься. Ну, смотрите, разве это не прекрасно? Вот та карта... Сейчас покажу карту, по которой я иду. Это большая сборка. Ставится она одним файлом. Как ее поставить, смотрите, значит, в описании моего видео. Вот этого. Значит, как ставится эта карта. Это большая карта. Вот это Кост-О-Кост. Вот, на мой взгляд, это самая бездарная, самая тупая, самая, самая, сука, некрасивая карта. Вот до сих мест, до Четины. Это была Кост-О-Кост. Дальше пошла карта Аляска. Она разительно поменялась. Вот вы сейчас сами, друзья, видите. Сравните предыдущие видео, где вот я ехал от Whitehorse, до Четины. И посмотрите, то, что сейчас происходит. Это совсем таки две большие разницы. Здесь есть все DLC на сегодняшний день. Это 23 год, май, месяц. Также здесь в этой сборке есть Мексика. Есть Кост-О-Кост. И еще раз повторюсь. Канадрим и Аляска. Из всего, что здесь вот есть, больше всего мне заходит, вот как я сейчас понимаю, это в первую очередь Аляска. Ну, я не буду говорить классные, не классные, дефолтные DLC. Разумеется, классные. Про это даже не говорить. Говорим про дополнение. Это Аляска и Мексика. В последнюю очередь, даже упоминать не буду об этой карте Канадрим. Потому что это хрень полная, это дерьма кусок, гузна кусок и чего там только можно не сказать. Вот эта карта Кост-О-Кост, она развивается. Очень большая сетка, много городов. Вы только посмотрите, что вообще происходит. По этим местам я еще не катался. Ну и не скоро, друзья, пока покатаюсь. Я хочу съездить на Суровую Россию. Я хочу покатать все, друзья, по Европе. И, собственно, по России. Вот именно по сборке, которая у меня на данный момент есть по ЕТС. Очень хочу там покатать. Уверен, друзья, и вы хотите посмотреть мои видосы по Россиюшке, по Матушке. Все будет, все будет, друзья, все будет. Я не сижу дома, я работаю, у меня семья. Надо и семье, сами понимаете, время уделять. Нельзя просто засесть за ком. И на все положить болт. Так, нельзя, так не делается. Это невозможно. Так, поудобнее все. Стульчик неудобненький маленько. Надо кресло купить. Креслица купить надо, она игровая. Сука, она стоит где-то. Самая дешевая, пятнашка. А если по тридцатке, хорошая, удобная, качественная. Долго посидишь? О, блин, на этом... На кухонном стульчике неудобно сидеть. Парапапара. Так, близко так ехать нельзя. Если товарищ тормознет впереди меня, то я попал. Так, ну-ка, что у нас по стеклам? Слушаю. Адекватно опускается стекло. Очень хорошо сделано. Мы видим толщину стекла. Да? В некоторых модах бывает стекло опускаешь. Тоненько такая линия, ты даже толщины стекла не видишь. А здесь прям все четенько. Так, смотри, а? Хороший мод. Ссылка на этот мод, разумеется, имеется в описании под моим видео, под этим видео. Так что, друзья, если это вам нужно, если этот вам трак Петрух этот вам интересен, заходите, качайте этот мод в свободном доступе. Вот 389-й мне очень нравится. Вообще Петрухи, вот эти классические траки, очень нравятся мне. Так, дождь закончился. Также очень нравятся мне и 900-е Иннокентии. Тоже очень хорошие. Очень качественные траки. Все зависит от того, как мододелы сделают эту машину. Как он будет восприниматься. На некоторые моды просто плеваться. Просто хочется, не перехочется. Пелюешь, не плюешь, да? Ну, уж прям совсем такая скорость тут низкая. Ну, местами тут не 30, а там милия местами побольше бывает ограничения. Трафик, капец, сколько машин, а? Ну, я трафик поставил двойку. По умолчанию единица была. И я поставил... Я поставил двоечку. Ставил чуть больше. Или двойку, или полтора я поставил. Ставил чуть больше. Ух ты. Так что, друзья, все впереди. Все впереди. Ехать там еще очень далеко. Значительную часть этого пути составляет у нас... Так, паром. Так, переправа. Тысяча. Сухопутка. 1229. Ну, минус тысяча. Вот. Блин, ехать еще тысячу миль. Ёберный театр. Как долгий, как далеко, сукин кот. На таких-то скоростях-то я сколько буду ехать? Так, все медленно. Интересно, кто в курсе. Реально вот так вот на Аляске 31 миль? Ну, как? Ну, как? Так, подожди. А я вообще на Аляску зашел? Нет? Я давно на Аляске. А у меня такой вопрос. Почему я водовоз? Я зашел на Аляску и не было погранпоста. А ведь он между Канадой и Аляской есть. На любой, сука, дороге. На любой. Что-то как-то, ребята, вы кассипорили. Закассипорили тут маленько. Что-то как-то не так. Я не знаю, может. Ошиблись как-то, и хз вас. Или у вас, как в Евросоюзе между Канадой и США. Между Канадой и Аляской. Не до границ. Липавпис границ. Эйл. Мы всех вас любим. Прикольный вот на руле Logitech у меня G27. Такой кожаный обшитый руль. Значит, боковины перфорации идет кожа, перфорированная. Такая текстура классная. Сверху и снизу. Такая более плотная такая. Здесь все это шито черной ниткой. Ну, все, кто в Logitech я видал, все знают. Ручка КПП. Стандартную Logitech я снял. В группе КамАЗ Project. Купил. Из Краснодара. Основатель этой группы. Вот товарищ, который эти ручки делает, прислал мне ручку от Scania. Scania Shifter. Классная, красивая ручка. Мне нравится. Стоит дешевле мановской. Но, как по мне, она удобнее, чем мановская. И делитель, и демультипликатор. Эти переключатели более удобны. И они, некоторым образом, даже больше похожи на американский по своим размерам. Хотя, так, делитель. Делитель у Scania. Такой плоский флажок. Он кверху, книзу переключается. А у американцев он переключается вперед-назад. Сбоку-слево. У Scania также сбоку-слево. Но переключается вверху-книзу. Ну, да, это, в принципе, большой разницы как бы нет. Так что, друзья, ВКонтакте, заходите, пишите КАМАЗ-проект. Проект КАМАЗ. Там на таком кружочек, такой синий, с черными буквами, латинскими KP. Много сейчас вариантов. Есть даже мерседесовская автоматическая коробка-переключатель. Вот этот. Справа тут, который высел около сидушки стоит. Я не удивлюсь, если скоро у товарища этого появится и волевская коробка автоматическая. Вот вообще нисколько не удивлюсь. Так, вот кто там, сука, выскочил и что творится там вообще? 31 миль. Что, блядь, вы делаете? Воу-воу-воу-воу-воу-воу. А, гримчик, ты идиот. Уже 9 час, а тебе еще пилить, твою мать, пилить. А, так. Теперь давай посмотрим. Ага. У нас есть вариант. Либо сюда мы за рулем. А тут бизнес. Здесь какая-то стоянка есть. Сюда есть заправка и стоянка. Тут есть омбард. Можно затариться кое-какими продуктами. Так, давай посмотрим. Сюда не пойдет. Тут бизнес. Здесь, скорее всего, просто стоянка. Поедем вот сюда, направо и налево. Потом сюда. Так, все, поехали. Значит, там на ночь мы и остановимся. Топливо нам не надо, но стоянка мне нужна. А если там еще волбард работает, то я могу затариться продуктами. Продукты никогда не бывают лишними. Лишними. Остались. Возьму с собой насуровку в КамАЗ. Ха-ха-ха-ха. Шучу. Очень смешно. Да, я бы на суровку взял во 500-го Киршин. С палочкой такой нормальной. С хорошим, таким, серьезным полуприцепом. Трал какой-нибудь такой, значит, мошнацкий. Чтобы тонн 50 можно было на нем болеть, увезти. Да, здесь просто типа как стоянка такая. Заезжаешь тут. Что-то я даже горшка тут не вижу. Типа эстерия. А больше похоже на туристическую какую-то зону. Заехал, пофоткался и уебывается. Ой, простите. Ругаться нехорошо. Так, вот сейчас направо. Да, время уже. А что ты теряешь? Вот сколько надо, столько ты и поедешь. Пораньше встанем? Так. Кенни-Лейк. Велком ту... Велком ту Кенни-Лейк. Озеро Кенни. Изменение маршрута. Развернитесь. Угу. Сейчас. Расчет нового маршрута. Развернитесь, когда будет возможно. Вот прямо ему торопно, сука, так надо было. Ищу новый маршрут. Так, справа стаянка, заправка нам нужна. Так, слева у нас Walmart. О, нормально. Он не такой гигантский, но продукты там есть куда ни нахер делаться. Так, что у нас тут по стояночке? Такая, бандитский такой трак-стап, мать его. Так, я надеюсь, тут душ есть. Вычисление нового маршрута. Поиск нового маршрута. Развернитесь. Так, я походу уже аж на дорогу тут походу выиграл. Так, здесь как бы вот мне вот вставать-то вот так вот нехорошо вообще-то. А здесь у них, сука, ну не в смысле у них тут. Так, вот так вот. Так, вот так вот. Так, ну и все хорошо, слушай. Нарваз. Надо было сразу сюда заехать и аккуратненько так встать. Вот как-то так. Ну что ж, друзья, спасибо за просмотр. Спасибо, что были со мной. Оставляйте комментарии, оценивайте это видео. Подписывайтесь на канал, бейте в колокол, чтобы быть в курсе выхода следующих новых видео. Переходите по ссылкам под этим видео на мой плейлист АТС и на мою страницу ВКонтакте. ВКонтакте полно скринов по Евро-Тро, по Америке и по суровой России. Заходите, добавляйтесь. Буду рад. Всем спасибо, всем пока. Увидимся. До новых волнующих.